У Авакова заявили, что Кремль наводнил Украину гибридными ворами в законе. Россия через организованные преступные сообщества дестабилизирует криминогенную ситуацию на Украине. С таким утверждением статья, опубликованной в Киевском еженедельнике «Зеркало недели», выступает первый заместитель главы национальной полиции, начальник уголовной полиции Вадим Троян, ранее воевавший на Востоке в составе неонацистского батальона «Азов», а впоследствии возглавлявший киевский областной главк МВД. Автор сообщает, что считает необходимым подробно рассказать об одном из определяющих элементов гибридной войны, который применяет против Украины Российская Федерация. Элемент этот имеет сугубо уголовную основу, пишет Троян. «Используя военные действия на Востоке нашего государства, влияя извне изнутри на экономический и социальный кризис в нашем обществе, усиливая информационную агрессию через СМИ, враг, кроме этого, значительно усиливает свое влияние на уголовный мир, а через него, и на ухудшение криминогенной ситуации на территории нашего государства». Следует отметить, что в Украине прослеживается насыщение активизации деятельности организаторов и руководителей преступных группировок, получивших гражданство и статус вора в законе на территории Российской Федерации. В связи с этим они находятся под влиянием спецслужб РФ и используются последними для сбора информации и дестабилизации криминогенной обстановки в регионах Украины. Правда, кроме своих утверждений, ни одного доказательства в пользу изложенной им версии Троян так и не приводит, а лишь указывает далее, что преступная деятельность воров в законе на Украине обусловлена агрессией РФ против Украины и активным использованием Российской Федерации именно криминалитета для достижения политических целей в Украине.